МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале Первый Карагандинский в студии Гульнуржаке. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Честь, отвага и мужество. Качество, присущее военнослужащим национальной гвардии. В Караганде состоялся специальный показ отечественного художественного фильма «Шестой пост». 20 молодых акынов продемонстрировали острый слог и неповторимый стиль. В Караганде прошел традиционный айтыс акынов, приуроченный к празднику Наурыс. Лучшие рыболовы на льду Самаркандского водохранилища. В Цимиртау стартовал чемпионат мира по рыбной ловле на мормышку. Мировое первенство собрало 80 участников из 13 стран. В Карагандинской области каждый день растет количество пользователей информационными порталами и мобильными приложениями в сфере здравоохранения и образования. На очередном аппаратном совещании обсудили реализацию программы по цифровизации. На сегодняшний день Карагандинская область – единственный регион в стране, где комплексная информационная система здравоохранения работает на полную мощность. Ее начали внедрять в 2016 году. К концу 2017 года система начнет действовать во всех учреждениях здравоохранения. Она позволяет отследить и всю историю болезни пациента. С помощью КМИС можно оценить качество работы конкретной поликлиники или врача, а также отследить преемственность между всеми инстанциями – службой скорой помощи, стационаром и участковым врачом. С каждым днем наблюдается увеличение количества пользователей. Это отметили в областном Акимате. По цифровизации здравоохранения у нас есть определенные индикаторы, как пилоты, по которым мы идем. Основное – это активное вовлечение населения в систему КМИС и приложения. Там у нас количество за 70 тысяч перевалило. У нас рост и еженедельно наблюдается привлечение новых участников в систему порядка 5-6 тысяч. В образовании также автоматизируются процессы. Карагандинская область участвует в республиканском пилотном проекте «Электронная очередь в детский сад». Кроме того, в нынешнем году 230 школ региона перешли на введение электронного журнала. Разработано мобильное приложение для родителей «ЕДУМАРК». По образованию также мы преодолели 100-тысячный порог пользователей приложения «ЕДУМАРК». Где-то 2-3 недели назад сейчас 106 тысяч активных пользователей. К данному показателю также у нас будет сегодня доклад. Мы идем в пилотном проекте и по двум направлениям. На сегодняшний день уровень цифровизации в Карагандинском регионе наиболее высок в сферах здравоохранения 65% и образование 48%. На втором месте сфера охраны общественного порядка 20%. Уровень цифровизации сфер общественного транспорта и коммунального хозяйства оценивается в 10%. Мирамгуль Салкимбаева, Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Ярмарка государственных услуг состоится 16 марта в отделах Центра обслуживания населения. Главная цель мероприятия – популяризация электронных государственных услуг. Карагандинцам разъяснят порядок предоставления госуслуг, а также преимущество получения услуг через Государственную корпорацию, правительство для граждан и портал электронного правительства. Консультировать население будут специалисты по сферам занятости, жилищных отношений, коммунального хозяйства, отделов РАКС, образования и другие. Ярмарка пройдет с 15 до 18 часов в отделах Центра обслуживания населения. Образование станет доступным. Так гласит одна из пяти социальных инициатив, озвученных президентом. Для абитуриентов выделят 20 тысяч дополнительных образовательных грантов. Главный ресурс государства – это человеческий капитал. А потому образование является наиболее приоритетным и выгодным вложением для страны. Глава государства непрестанно говорит о подготовке специалистов, которые будут востребованы в условиях динамично развивающейся мировой экономики. В связи с этим, но султан Азарбаев определил доступность образования одним из пяти вопросов, требующих пристального внимания и незамедлительного решения. В этом учебном году начнут строительство общежитий для студентов на 75 тысяч мест. Больше половины из дополнительных 20 тысяч грантов планируется выделить на технические специальности. Данный шаг позволит ускорить процесс подготовки кадров в области нанотехнологии, инженерии, робототехники, а также в сфере информационных технологий. Для студентов колледжей появилась отличная возможность продолжить обучение в университетах. Я полностью поддерживаю инициативу нашего президента, ведь постройка общежитий и дополнительные гранты создадут все условия для обучения и подготовки квалифицированных кадров. В свою очередь мы сделаем все, чтобы осуществить намеченные планы. Только на примере нашего политехнического колледжа я могу сказать, что технические специальности сейчас более востребованы. В настоящее время у нас обучаются свыше трех тысяч студентов по техническим специальностям. Это говорит о большом спросе. В своем обращении президент отметил, что в настоящее время 530 тысяч молодых людей обучаются в вузах. Лишь 30% из них – обладатели образовательных грантов. Дополнительные гранты позволят многим казахстанцам получить качественное высшее образование и внести свою лепту в дальнейшее развитие страны. В Караганде состоялся закрытый показ отечественного фильма «Шестой пост». Первыми зрителями стали руководители области и города, представители силовых ведомств, органов внутренних дел и военнослужащие Национальной гвардии. В основу сюжета легли события 2010 года, когда из исправительного учреждения Актау 23 осужденных, напав на часового шестого поста, совершили дерзкий побег. В тот день на пост заступил 18-летний рядовой Ербол Уторбаев. Именно благодаря молодому парню, а также силами сводного отряда воинских частей и подразделения специального назначения МВД, побег был предотвращен, а все осужденные ликвидированы. Первый заместитель командующего региональным командованием Орталык, начальник штаба Уларбек Абыкеев, отметил, что за все время существования нашего государства таких фильмов еще не было. Вы сами прекрасно знаете, за существование нашего государства такого рода фильмов не было. Те фильмы, которые были связаны с Великой Честной войной, как Баужа Мамушулы или Шрахван Валихан, это фильмы старые. Подрастающее поколение не знает тех людей, которые жили в нашем, будем говорить так, в Казахстане, Советском Союзе и так далее. Это фильм ориентирован на молодежи, это воспитание патриотизма молодых людей на казахстанском обществе. Это первый солидный фильм, который сняли по указанию главы государства Устана Бешта Назарбаева. Это поднять имидж национальной гвардии Республики Казахстан, а вообще имидж вооруженных сил. Я думаю, такие фильмы будет очень много. За мужество и героизм, проявленные принесения боевой службы, рядовой Ерболу Тарбаев указом президента был награжден орденом Айбен Третьей степени. Впоследствии Ербол окончил военный институт национальной гвардии и уже офицером продолжает службу в войсках правопорядка. По мнению участников закрытого показа, именно такие фильмы воспитывают в молодежи самые лучшие качества. Этот фильм «Шестой пост» на сегодняшний день, он очень своевременный фильм для нашей молодежи, для патриотического воспитания. Он снят о мужестве наших военнослужащих национальной гвардии. Фильм был снят по заказу национальной гвардии нашей республики. Я думаю, вот сегодня он начался прокат этого фильма. Призываю молодежь и всех наших жителей области посмотреть этот фильм. В этом фильме показан мужество и героизм наших военнослужащих, которые противодействовали борьбе религиозным экстремизмом и терроризмом. Фильм снимался около года в Алматинской области в двух войсковых частях. Режиссер-постановщик картины Серегбол Утибергенов. В главных ролях заняты казахстанские актеры Сануржан Сулейменов, Жасулан Амирбек, Серег Салкинбаев и другие. Кроме того, в фильме задействованы солдаты и офицеры национальной гвардии. Сам герой Ербола Тарбаев участия в съемках не принимал. Республиканская премьера фильма состоялась 14 марта. И уже 15-го фильм могут посмотреть все желающие. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В некотором царстве жили король и королева. Росли у них три дочери принцессы. И вот однажды злая колдунья предвещала, что принцессы заболеют инфекцией. Но король с королевой узнали, что волшебная вакцина спасет их детей. И они никогда больше не заболеют. Завтра я поведу вас на прививку. А теперь пора спать. Подготовлено Национальным центром проблем формирования здорового образа жизни Министерство здравоохранения Республики Казахстан. К другим новостям. В Карагандинской области будут оперативно рассматривать качество работы государственных служащих. На брифинге в региональной службе коммуникации рассказали о реализации проекта «Карта общественного контроля». «Карта общественного контроля». Именно так называется проект Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции. Его суть – оперативное рассмотрение качества работы госслужащих. Руководитель департамента агентства Жандос Сарсенов отметил, что на основе имеющихся возможностей и ресурсов реализация проекта будет осуществляться в трех самостоятельных форматах. «Первый – это карта общественного контроля, выстроенная на основе популярных социальных сетей ГИКО-центра. Второй – это карта общественного контроля, на которой будет обеспечена защитой мобильного приложения «Опор» для граждан. Третий – это карта общественного контроля, спормированная на основе сети региональных мониторговых групп. «Если по первому формату одним из простых и несложных подходов по формированию карта общественного контроля является использованием социальных сетей и телефонной связи, то мы полагаем, что реализация проекта «Карта общественного контроля» посредством использования социальных сетей даст мощный импульс к раскрытию ранее неизвестных нам ватерных форм нарушения закона и минимизации коррупционных деяний». В настоящее время во всех городах и районах нашей области созданы региональные специальные мониторинговые группы. В состав групп вошли представители общественности – это наиболее активные и известные в округе люди. Таким образом, за деятельностью чиновников будет осуществляться пристальный контроль, а вкупе с новой системой оплаты это должно повысить эффективность работы госслужащих. «Теперь с наделением новой системы оплаты труда деятельность госслужащих будет оцениваться ежегодно. И, соответственно, чем меньше платную оценку будет получать госслужащий, тем меньше он будет получать из конусного фонда. Поэтому, как я и сказал, каждый госслужащий будет заинтересован в достижении всех лучших результатов, в котором он работает. То есть, это и есть поручение госслужащих, чтобы оплачивать труд кадрового государственного случая в зависимости от вклада государственного случая». На брифинге также было отмечено, что такая работа ведется впервые. В Департаменте агентства по делам госслужбы и противодействию коррупции призывают жители области использовать эту возможность и сообщать обо всех фактах коррупции. Андрей Дэн, Сергей Высокосов, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Как не ошибиться в выборе профессии и в чем заключается секрет успешного трудоустройства? На эти важные вопросы ответили в тренинг-семинаре в рамках программы «Рухани Жанру Практикс». 25 старшеклассников познавали особенности профориентации на двухдневном семинаре. В последние годы наблюдается несоответствие образовательных стандартов потребностям рынка труда в динамично развивающейся экономике Казахстана. В настоящее время актуальной является подготовка кадров, которые будут востребованы в условиях четвертой промышленной революции. Неразвитая система подготовки специалистов обуславливается отсутствием крупных проектов в сфере профориентации школьников. В связи с этим был создан проект «Рухани Жанру Практикс», который нацелен на реализацию стратегии занятости и переподготовки кадров в молодежной среде. Этот проект ориентирован на оформирование прагматизма при выборе своей профессии. Или говоря простым языком, вы знаете, что у нас сейчас проблема, что очень многие люди ориентируются не на качество образования, не на его последующее правильное использование. У нас норма является 2-3 образования в Казахстане, магистратура у нас у каждого 5-го, наверное, есть. И на самом деле люди зачастую, когда поступают в университет, он нужен только для диплома. Профориентация позволяет определить способности ученика и сферу труда, в которой он сможет раскрыть свой потенциал. Если в зарубежных школах профориентация является такой же важной дисциплиной, как математика или же география, то в Казахстане дела обстоят иначе. Зачастую пара тестов и совет от старших становятся решающими факторами при выборе будущей профессии. Старшеклассники отмечают, необходимость проведения профориентации в школах неоспорима. Я считаю всегда правильно во всех школах делать профориентации в 10-11 классе, потому что это очень полезно для всех учащихся в школе. 25 участников подчеркнули много важной информации на двухдневном тренинг-семинаре. Школьникам рассказали о механизмах эффективного трудоустройства, изменениях на рынке труда, а также провели блиц-опрос и тестирование. В завершении мероприятия школьники признали, что получили не только массу полезной информации, но и дозу мотивации. Торжан Лянова, Аман Кожанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Караганде прошел традиционный айтыс ахынов, приуроченный к празднику Наурыз, а также 350-летию Бухаржирау и 200-летию Шортанбая Канайула. В импровизаторском жанре 20 молодых ахынов продемонстрировали острый слог и неповторимый стиль, не оставив равнодушным карагандинского зрителя. Любовь казахского народа к айтысу зародилась несколько веков назад и не гаснет до сих пор. Песенный диалог ахынов на острые темы представляет собой зрелищное культурное событие, посмотреть которое собирается множество людей. Айтыс – это слияние самых разных видов искусств, таких как поэзия, музыка, исполнительское мастерство и драматическое представление. Известный ахынов по совместительству председатель жюри Аманжол Алтаев отмечает, в этом состязании были огрехи, но они простительны. У молодых ахынов все еще впереди, заявила Айтыскер. Нас всех очень порадовало состязание наших молодых ахынов. Мы должны понимать, что нельзя быть сверхкритичными по отношению к молодому поколению. Рим ведь не один день строился. У молодых ахынов все впереди. Может, их слог и не так хорош, как у более опытных ахынов, но постепенно они освоят это народное искусство. Я верю, что будущее всеми нами любимого жанра народной поэзии за этими ребятами. Своими выступлениями зрители обрадовали 20 ахынов, которые приехали из разных уголков региона. В своих выступлениях ахыны неоднократно понимали острые социальные темы. Лучшими из лучших жюри признали двух ахынов – Доскея Ботбая и Бекараса Оспанова. Я считаю, что это состязание было очень увлекательным, потому что участвовали прославленные на всю область ахыны. Все мы долго готовились к Айтысу. Не скажу, что было легко, ведь соперники оказались достойными. Особенно сложно было в финале, но я справился. В завершении всех участников наградили благодарственными письмами. Первое место присудили Мухтару Аделеву. Достойным второго места сошли Сырымаби Синхана. Третье место разделили между собой Абзал Макашин и Нурмухамед Басугуров. Участникам вручили не только грамоты, но и денежные призы. Стоит отметить, что в этом году на проведение Айтыса управлением культуры был выделен миллион тенге. Полную версию Айтыса вы сможете посмотреть на нашем канале 22-го числа. Толжан Лянова, Жаслан Макулбеков, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. В Караганде состязались юные дамбристы со всех школ города. В преддверии празднования на Урыс Мирамэ на базе школы-гимназии номер 102 прошел городской конкурс исполнителей Кюя-Куледомбра. Около ста учеников городского конкурса Кюя-Куледомбра исполнили композицию Типин-Кюк. Вот так грандиозно началось традиционное состязание юных дамбристов, посвященное весеннему празднику на Урыс. Мероприятие организовано в рамках программы Рухани-Жан-Гру. В нем приняли участие свыше 70 исполнителей из разных школ Караганды. Среди них и ученик 93-й гимназии 9-летний Илья Шнитков. Игрой на дамбре он занимается уже четвертый год. Три года я занимаюсь в музыкальной школе, а один год 20 детей юношу. А тебе играть? Да, мне нравится играть на дамбре. У меня получается все быстрее и быстрее играть. Организаторы отмечают, что конкурс проводился в целях патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся, пропаганды национальных культурных ценностей, популяризации игры на дамбре, поддержки творчески одаренных учащихся. Здесь мы хотим популяризацию нашего музыкального инструмента, конечно, дамбра. Про дамбру можно говорить очень многое. Здесь участвуют у нас три возрастных категории. Это младшая категория, средняя и старшая категория отдельных исполнителей. Выступления участников оценивали члены жюри, среди которых преподаватели организаций дополнительного образования и другие. По итогам творческого состязания определены победители. Все участники конкурса были награждены грамотами и благодарственными письмами отдела образования города Караганды. В Семертау на Самаркандском водохранилище проходит чемпионат мира по спортивной ловле рыбы на мормышку. Соревнование собрало представителей 13 стран из ближнего и дальнего зарубежья. Чемпионат подобного уровня проходит в Казахстане уже второй раз. Впервые его провели в 2012 году в Алматинской области. В этом году представители Казахстана вновь подали заявку на проведение мирового первенства. Чтобы заявка была одобрена, нужно, чтобы водоем соответствовал всем критериям. Подается заявка, если на конгрессе ФИПСЭТ, это самая главная организация получается по спортивному рыболовству, рассматривают, если утверждают, приезжает техническая комиссия, смотрят, если водоем соответствует всем требованиям ФИПСЭТ, тогда этот водоем закрепляется за проведением чемпионата мира. Выбирали водоем из тех критериев, чтобы было максимально равное условие для всех участников соревнований, как видовой состав рыбы, должен быть зарыбленность, должна быть хорошая. Самаркандское водохранилище успешно прошло отбор. По мнению специалистов, оно подходит для чемпионата практически идеально. Одной из уникальных особенностей – толщина льда составляет более метра. В таких условиях некоторые участники не ловили рыбу никогда. Один из них – опытный рыбак Юрий Щерс, представитель команды Республики Беларусь. Водоем очень интересный, лед интересный. Я на таком льду толщиной никогда не сверлил такой толщины лед. Лед очень красивый, местами он прозрачный здесь, и очень красивый лед. Так, приходилось сверлить до 80 сантиметров, глубже не было. Ну, а так вот, ну, ничего, приспособились, сверлим. Сегодня на Самаркандском водохранилище 80 рыбаков из 13 стран мира. Победители отберут как в личном, так и в командном зачете. Основные туры пройдут 16 и 17 марта. Команду нашей страны представляют рыболовы Павлодарской, Костанайской и Алматинской областей. Весь улов с чемпионата мира будет передан в детские дома Караганды, заявили организаторы. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. О новостях на сегодня все. Благодарю за внимание. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 420649. И смотрите наши новости на сайте канала. Всего доброго. Аманса у Волонгстер. Аманса у Волонгстер. Аманса у Волонгстер.